Сегодняшний семинар посвятим такому вопросу, который поступит со стороны Валентина по поводу формулировки основного вопроса философии. Так проблему поставил в свое время Энгельс, он посчитал, что в принципе он в чем-то прав, действительно, основной вопросом философии является соотношение мышления и бытия, сознания и мира, ну и там формулируют дух и природа. Единственное, что для того, чтобы этот вопрос действительно был основным, он должен звучать правильно. Дело в том, что Энгельс его ставит, когда говорит о соотношении того и другого правильно, потому что это собственно есть познавательный вопрос. как наше знание соотносится с миром самим по себе. То есть это вопрос познания. Можем ли мы познавать, если наше познание познает реальность или наше познавание не может достигнуть самой сути вещей. То есть вопрос это поставлен неправильно. Другое дело, что Энгельс это формулирует несколько в партийном смысле. Потому что он переформулирует этот вопрос, вопрос о первичности. Что первичное, материя или сознание. А эта формулировка является уже ошибкой. Так формулирует вопрос на земле. В чем здесь корень проблемы, я хотел посвятить маленьким сообщениям, которые можно обсудить. Судя вопрос о следующем, что он перевел вопрос о сущности к вопросу о генетисе. Для того, чтобы этот вопрос обзабрать более точно, можно обратиться к Иристотелю и увидеть, что он различает четыре вида причин. Первая причина – то, откуда происходит движение. То есть то, откуда исходит движение. Вторая причина называет форму или сущность. Третья причина – материю. И четвертая причина – то, куда все движется. То есть целевая причина. Собственно, то, откуда движение и то, куда все движется, это причины, они связаны с неким внешним. Внешней причиной является. Когда мы указываем цель, это нечто, что влекет что-то со стороны извне. И когда мы говорим о том, что есть некая причина, то откуда движение, мы говорим, опять же, о внешней причине. Что-то толкает другое. А есть некая внутренняя причина – форму или сущность. Собственно, материя, она тоже составляет внутреннюю причину. Поэтому всегда разговор во всяком вопросе, о всяком суще, может разделяется на две составляющие. Первый вопрос о генезисе – откуда что-то идет и куда движется. То есть вопрос о движении. И, собственно, вопрос о том, что такое сущее есть. То есть, как говорится, существо – это единство, форма и материя. Поэтому, когда мы говорим о основном вопросе философии, формулируем его как отношение сознания и мира, или это бытие и мышление, то мы этот же вопрос можем разбить на два. Что первичнее – это бытие или мышление, сознание или мир сам по себе, да? Что первичнее? А можем поставить вопрос, в чем состоит сущность этого отношения? Да, в чем состоит сущность? Когда мы говорим о том, что что-то первичное там, то мы сводим вопрос к некому генезису. А мы уже знаем, что есть материя и что есть дух? Мы всегда что-то знаем. Есть всегда некое предзнание. Мы же сейчас тоже что-то говорим. Ты же слова как-то понимаешь. Должно быть всегда некое предзнание. Мы можем отрицать, сказать, что нет духа никакого, есть только материя и все. Ну давай тогда перенесем дальше разговор, когда дискуссия будет. Просто я сначала это веду голосальные понятия, а потом будем обсуждать. Вопрос просто следующий. Вот есть понимание через генезис. Это понимание наиболее древнее. На это понимание основаны все мифы и в массе своей религии. Когда пытается кто-то что-то понять, он просто рассказывает, как было дело, как происходил генезис. То есть на этом основана вся древняя космология. Какой бог кого родил там, кто с кем там, как участвовал, потом из схождения каких богов получались какие-то другие боги, как они приходили, воевали и так далее. То есть до того, когда древние люди пытались что-то объяснить, они все рассказывали как бы некую историю того, как все это было. Допустим, у орфиков там рассказывается о том, что было некое первоначальное яйцо. То есть они вот рассказывают космологию. Как устроено мир. Они начинают рассказывать как все это было. Сначала было яйцо, оно раскололось, потом из части яйца образовался небесный слот и земля. Ну и так далее. То есть всякий раз для того, чтобы что-то объяснить, нужно рассказать некий миф. Вот это первый способ объяснения. Причем этот способ объяснения, допустим, он настолько укоренен в нашем сознании, что даже вот у Платона мы видим тоже этот способ объяснения. Он некие вещи объясняет через миф. То есть миф – это на самом деле один из способов объяснения. Второй способ объяснения – это объяснение сущности. То есть когда берется некая сущность, и исходя из того, что в этой сущности мы усматриваем, какие особенности есть, мы пытаемся понять, что же она такое. То есть не через генезис, а через саму сущность, как она есть. Вот два способа подхода. Почему, когда мы говорим о соотношении сознания и мира, о бытии и мышлении, нельзя говорить о генезисе? Потому что этот вопрос просто не релевантен к саму сущности. Ну что можно сказать? Как можно говорить о том, что мышление, допустим, произошло как-то из мира? Ну, была такая история. Наверное, действительно, мир как-то был сам по себе, потом из него в процессе эволюции что-то случилось с ним, появились животные и так далее. Наверное, можно вам сказать, но какое-то отношение имеет соотношение к бытия и мышлению? Какое это имеет отношение вообще? Точно так же даже если обратную историю рассказывать, что Бог сотворил мир, этот мир как-то развивался от одной формы в другой, переходил, как-то люди там появились, люди там стали разумными и так далее. Какое-то опять же отношение имеет к самому нашему предмету сегодняшнему? То есть, соотношение сознания мира или бытия и мышления? Никакого не имеет. Просто в данном случае, как бы, вопрос о генезисе, он не дает нам сущность того, о чем мы говорим. И поэтому, если этот вопрос сводить, как это делает Энгельс, к тому, что первичный, или как это делает Ленин, что первичный, материя или сознание, если мы к этому вопросу сводим, то мы просто впадаем в эту ошибку. Потому что мы упускаем саму сущность проблемы. А сущность проблемы состоит в том, чтобы рассмотреть этот вопрос исходя из его сущности. Вот есть некое, как бы, соотношение сознания и мир. Мы, познающие субъекты, мы как-то относимся к миру как к объекту. И вот в этом соотношении мир как-то есть, у него есть какие-то внутренние законы у этого мира, он как-то сам по себе у него что-то, он как-то себя проявляет в каких-то феноменах. С другой стороны, у нас есть способы к этому миру относиться. У нас есть понятия, у нас есть некие конструкции, допустим, теории. И вот мы пытаемся, как бы, с помощью этих теорий и конструкций, понять сущность мира. И сам способ отношения субъекта и объекта есть не что иное, как просто способ, каким мы познаем мир. То есть это действительно для философии очень важный вопрос. В этом отношении мы познаем, так как мир сам устроен в итоге. Мы движемся в некой эволюции, развитии этого отношения. Вот мы познаем его или нет? То есть этот вопрос основной, вопрос философии, нужно формулировать следующим образом. Получается, что основной вопрос философии состоит в том, познаем ли мы в процессе соотношения с миром мир или нет. А не в том отношении, что первичное сознание или материя. Теперь, это первое замечание. Второе замечание, отношение сейчас и к этому же делу. Дело в том, на самом деле, что для философии, и не только для философии, собственно и для науки, это всегда, всякий раз, когда мы рассказываем о представлении о каком-то объекте, да, или о каком-то случае, мы всегда привносим туда также представление о неком субъекте, который его наблюдает. Не бывает такого объекта, который не был бы для некоторого субъекта. Вообще, вот субъект и объектная структура – это нечто всегда существующее. Всегда, если мы говорим о объекте, всегда есть субъект, который вы наблюдаете. И всегда, когда мы говорим о субъекте, всегда есть некий объект, с которым этот субъект соотнесён. То есть, объект-субъектная структура – эта структура всегда присутствует в познании, от неё невозможно избавиться. Даже если мы представляем себе некое далёкое-далёкое прошлое, который там в котором никогда никогда не было человека то тем не менее мы его представляем такие способы что как будто мы туда переносимся нашим сознанием и там его наблюдаем никаким другим способом доступности на такие вещи познающий всегда присутствует то есть сама сущность соотношения сознание мира состоит в том что всегда эти два компонента присутствует всегда и ни от одного из них нельзя отвлечься то есть сама если мы уже как бы перешли сейчас на разговор о попытке понять в чем состоит эта сущность всегда есть эти два компонента и от них отвлечься нельзя поэтому всякий разговор о том как объект существует сам по себе или всякий разговор о том как бы субъект был бы там если бы мир и не так бы он познавал сам это без мира да все эти разговоры они нерелевантны самому объекту наше уследование данном случае соотношению сознание и мир это бытие и мышление это вот первое замечание то есть эндельс сформулировал вопрос правильно в том смысле что он оценил что он является очень важным действительно он является очень важным но но как бы своей формулировке он допустил вот некий некий подмену понятия потому что он эту важность лег тому важному только политический вопрос что является первичным а это а генезис данном вопросе он не релевантен самому предмету не отвечает и вообще не является здесь существует другой стороны конечно основной вопрос о первичность можно поставить но он уже не относится к философии он относится допустим к религии допустим а что перешли на философии это неважно это не существует это первый второй вопрос которую можно рассмотреть вот это тоже валя относится к тебе я хотел рассмотреть вопрос различия сейчас терминологическая там еще минуточку там же как все делится материализм да это тоже важно я просто это тоже как-то обсудить дело в том что действительно допустим у гегеля если мы берем гегеля у него вопрос а про исхождение да как это вопрос о генерисе тоже был важен почему потому что он свою собственную систему инкорпорировал такое понятие как развитие как исторический процесс он инкорпорировал саму логику но очень странным образом логика имеет некое развитие но оно как бы непонятно оно имеет развитие и во времени да философии природы онора сказал этот тот как вот во времени у логик развитых и развивался до того состояние которое она имеет сейчас у него это развить имеет также как ты логическо RED device то что развивался nghi на самом деле развивался как-то вне времени, как-то в логике, то есть исходя из логики как-то развивался. И он это все называет движением духа. Был некий дух, он абсолютный дух, и он прошел через некие формы, формы природы и формы человека, и философии, особенно философия Детель, достиг своего результата, осознал самого себя во всей своей полноте, во всех своих формах. Суть вопроса состоит в том, что он действительно вопросы генезиса, получается, ставит, но он в специфическом уровне. Почему он в специфическом? Потому что он само понятие развития инкорпорировал внутрь логики. Вообще представление о логике, которая развивается, это что такое? Как логика может развиваться? Сказалось бы, если есть некая логика, то все понятия заранее даны, они даны устойчиво, и они не могут никак развиваться. Мы говорим всегда, что нельзя расширительно толковать понятия, нельзя подменять понятия. Как можно говорить о каком-то развитии в смысле понятия? Как понятие может развиваться? Развиваться может объект какой-то. Понятие ведь не объект, не живое существо уже, правильно? Оно не может развиваться. То есть, когда мы говорим о развитии в смысле логики, я, например, этого не понимаю. Каковы понятия могут появляться? Ну, у Гигеля так и получается. У Гигеля получается, что, например, понятие бытия, у него есть какая-то простая его форма, и понятие это бытие в конце. Это которое вобрало в себе все многообразие форм своего развития, и как бы вот оно светится, через него светятся многообразные формы понимания этого бытия. То есть, я не понимаю, что это такое, да, я просто вам рассказываю. Я, например, сколько пытался это понять, никак не понимаю. Я не понимаю, как может развиваться такая структура, как понятие. Я, например, понимаю, как может развиваться животное, как может развиваться человек, как может развиваться социальный организм. Но я не понимаю, как может развиваться понятие. Развиваться буквально новое понятие появляется. Дело в том, что, вот именно, когда ты говоришь, новые понятия, то это получается, что не понятие развивается, а что есть одно понятие, возникло другое понятие. и они просто это из старых однако вот это не понятно развивалось в физике понятие движения она развивалась развивало и понятие движения как было движением таки осталось а уточнялись какие то характеристики этого движения движение в Квантной механике и в Кп классической по разному совершенно и там, и там, движение в диалэтике может развиваться Это не понятное движение развивалось, а у конкретной предметной области уточнялось, что надо понимать в данном случае как движение. У меня складывается впечатление, что Стас прав, и действительно у нас развивалось понятие движения, понятие частицы, понятие волны. Я просто рассказываю, что я это не понимаю. Я не понимаю, как может развиваться понятие. Всякое понятие имеет строгую область своих значений. Но ты причем здесь субъективная идея и витильная? Нет, сейчас я тебе просто объясню, к чему я вот тут леву. Я не туда ушел. Я просто хотел сказать, что генезис все равно является нерелевантным по отношению к таким вещам. А нерелевантность в какой смысл этого слова? Нерелевантность значит не имеющие отношения. Релевантность это имеющие отношения? Да. А чего так и не сказать? Наверное, когда говоришь, иногда бывает, не всегда можешь подобрать удачное слово. Можешь ли, удачное слово. Я вам даже несущественно. Так, что... Теперь перейдем к понятиям идеализма. Что такое идеализм и материалист? Нам же очень мало выяснить. Есть идеалисты, а есть материалисты. Вообще, это соотношение идеалистов и материалистов, опять же, не очень точно. Потому что фактически мы должны были бы говорить идеалисты и реалисты. Потому что идея противостоит реальности и аниматерии. Вот смотрите, вот у нас есть аристофия, которая говорит, что сущая есть единство, форма и материя. Нет. Почему там? Там идеалисты употребляют все, по крайней мере, в смысле магов. Бац, ничего не было, и бац, все стало. Нет. Это магия идеалисты. Вот видишь, у тебя идеализм, у тебя это магия. Идеализм, это не в этом состоит. Во-первых, давайте начнем как бы с истории. Откуда я посмотрел в Википедии, чтобы как бы вопрос изучить, откуда бы боился сам Терен. Оказывается, в свое время Ленис употреблял идеализм по отношению к характеристике философии Платона. В философии Платона есть идеи, да, а есть идеи, значит это идеализм. А есть вещи, есть мир вещей, мир идей. Поскольку мир идей является, через мир идей объясняется мир вещей, мир вещей является, собственно, отпечаткой мира идей, то это идеализм. То есть весь наш мир, мир вещей… Не то, что есть сам для этой идеи. Нет, не в этом смысле. То, что… что такое идеализм? Потому что идеализм — это когда мир ищет, объясняют через мир идей, то есть через идей. Да, вот он и называется идеализмом по логике вещей. Это что такое материализм? Через материю. Нет. Я же хочу сказать, что в первых, отношение материализма и идеализм неправильно. Здесь нет противопоставления. Противопоставление есть между идеализм и реализмом. В реализме было бы, да, в противоположной точке зрения. когда мы бы идеи объясняли бы через вещи. То есть у нас были бы вещи, и мы бы через них пытались бы объяснить идеи. Можно ли через вещи объяснить идеи? Я думаю, что нет. Я думаю, что как можно было бы это объяснить? Можно было бы это только объяснить, опять же, с помощью генезиса, что вот развивалось там как-то мир там, и в конце концов в этом мире появились люди, у людей появился мозг, и там в процессе эволюции зародились идеи. Только таким способом можно было объяснить. Но никаким образом мы не объясняем через вещь идеи. Поэтому всегда всякая философия... Как можно через вещь идеи объяснить? Я же хотел сказать, что это проблематично. Поэтому вместо реализма подсобует... Но противоположность ведь надо наметить. Опять же, здесь я еще раз утверждаю, что здесь есть партийная точка зрения. Но надо было наметить партийную линию, потому что в партийной линии всегда все, и в том числе и философия, защищала интересы определенного класса. Вот был идеализм, и считал, что философия капиталистического буржуазного класса. И надо было найти философию класса пролетарского. Но поскольку такой философии, как реализм, нет, ты же сам сейчас сказал, как это, что за глупость. Поэтому подставим материализм. Который здесь никакого отношения не имеет, он не противостоит. Материализм не противостоит идеализму. Ну то есть ты хочешь сказать, что чисто идеологическое... Нет, я не об этом... Основной вопрос философии. Это идеологическое, или чем она имеет по сути? Нет. Ну я же сказал, что нет. Основной вопрос философии. Он соответствует сути дела. Но только его формулировать надо правильно. И речь идет не о том, что первично. Материя или первично... Сознание. Лучше говорить форму. Потому что что такое сознание? Что первично? Материя или форма? Да? Речь не об этом же идет. Речь идет о том, что... О том, можем мы познавать мир или не можем. Нет, там, минуточку. А существует точка зрения, вот эта точка зрения магов и с точки зрения христианцев, что был некий Святой Дух, и что этим произошел некий магический акт, где материя возникла по явлению Святого Духа. Ну вот такой, да. Ну, в общем тебе не идеализм. Я ей сказал, что это разговоры о генезисе. Я различил разговоры о генезисе и разговоры о сущности. Можно относиться к этому вопросу с позиции разговора о генезисе. Это не магия. А есть противоположный магическому разговор? Ну, действительно, не магический разговор. Когда у тебя был питательный бульон, в этом питательном бульоне появилась туфелька инфузория. А откуда взялся питательный бульон? Ну, это не важно. Ну, вот начинается. Ну, вот это была планета. А откуда взялась планета? Ну, так, да. Ну, куда мы придем? Подождите, подождите. Давайте все-таки, как бы... Я же такой-такой разговор возможен. Еще раз, но... Вначале туфелька инфузория, а потом она попыла... А ты отрезал там громадный кусок? Ребята, давайте... Так же нельзя. Это же... Дорожитесь. Ты же сделал то же самое, что сделал маг. Вот так вот хлопнул, и у тебя уже... Послушайте меня внимательно. Павля, послушайте меня. Давайте не отвлекаться просто. Давай я уже перевоплечину покажу. Если честно говоря, что-то я вот сегодня, в принципе, торможу. Ну, как бы... Нет, ну, это интересный разговор. Ведь есть известная работа, где 10 тезисов этих обнародованы. Называется «Материализм и империя критицит». Хорошо. Там он все, что делает, все имя аргументации есть. Она тяжелая вся аргументация. Она сводится, потому что он любого философа сводит поповщине. Правильно? Он почитает, ему неинтересно, какой смысл говорит. Это поповщина или это не поповщина? Слово же поповщина, то все, значит. Уже и человек. Уже и человек. Уже и человек повторяет, что ли, посыл изначально? Я говорю, изначально посыл в чем состоит? Есть, рассмотреть всякие предметы или всякую существодвы можно рассмотреть под двумя вопросами. Под вопросами Генезиса и под вопросами сущностей. Понимаешь? Можно к вопросу... Да, согласен, согласен. Соотношение подойти с вопросом Генезиса, но это не относится к самой сути Klein. Хорошо. Подожди, я немножко иногда не знаю Энгельса, чисто вопрос такой. Энгельс говорит о Генезисе. Энгельс, с одной стороны, правильно говорит о том, что это вопрос опознаваемости мира, он отмечает правильно, а с другой стороны, он говорит о Генезисе. Он говорит о Генезисе. Ленин, по моим ощущениям, тоже говорит только о Генезисе. Ленин вообще только о Генезисе говорит. Да, мне тоже такое ощущение сложило. То есть, когда говорят в основном вопросе философии, всегда говорят о Генезисе? Не всегда. Я же тебе сказал. То есть, два канонических автора говорят всегда о Генезисе? Да. А неканонический автор, то есть, говорит, что здесь не только... Почему? Не канонический, ещё Гейгель. А Гейгель что? Он не называл. Делит народ вот так на материализов и идеалистов? нет. Он делит философов на идеалистов и реалистов. То есть у него все-таки деление исток. То есть он на идеалистов и реалистов? Да. И он говорит, что это развлечение, сначала это развлечение вводит и объясняет, что такое идеализм, а потом говорит, что оно не имеет значения. Но на самом деле это не существенное развлечение. Потому что всякий раз, когда мы объясняем реальность, мы всегда исходим из идей. Даже если он про атомизм говорит, казалось бы, в самом деле сейчас, у него всё-таки вопросов в философии нет. А если он говорит, что это несущественно? Нет-нет-нет, не понял. У него нет основного вопроса философии с точки зрения развлечения материализма и идеализма. Различение такое я тоже утверждаю. Нет. Но есть основной вопрос в философии, состоящий о соотношении сознания и мир, такой вопрос же есть. Да. Но только оба канонических автора, которые говорили об этом одном соотношении, употребляют Потребляют термины исключительно в терминах генезиса. Да, в терминах генезиса. И они связывают этот вопрос, как ты правильно говоришь, с идеализмом и материализмом. Как им иначе можно говорить? В терминах генезиса. С идеализмом и материализмом. Правильно? Говорили о макухе на самом деле. Да, именно так. То есть из чего там все получилось? Из тройной цунзорки туфельки и обезьяны? Или из... И я считаю, что... Из свободного акта творения некого дуба. Что это смещение... А это не знаю, как ты говоришь. А, да. Не знаю. Почему? Ну, потому что у материалистов не с чего начать. Нет. Ладно. Я думаю, что у идеалистов тоже. Как раз нет. У идеалистов у них все сотворено дух. Это не важно. Вот материалистам как раз. Если быть честным. Ребята, давайте я все-таки сначала расскажу. Вы говорите как раз то, против чего как раз я и хочу выступить. Я хотел выступить о том, что употребление терминах идеалист-материалист не верно, некорректно. Оно не соответствует тому, что в этот терминах вкладывают. Любой философ-идеалист, любой физик-идеалист, любой ученый-идеалист в том смысле, как он понимает со словом идеалист. Все они исходят из объяснения реалисти. Мир через идеи. Да, через идеи. Они объясняют весь мир из идеи. Сущность мира состоит в том, что он... Это объясняется он. Через идеи. Истина в счете состоит. Что истинно где-то находится? В идее. Тут же вопрос более ранний. Нет. Вопрос... Откуда взялся мир вообще. Вот именно что этот вопрос, откуда взялся мир, он в философии не относится. Он относится к религии. Я же только что прояснил. Он относится к религии, он к философии не относится. К генезису он относится. Я же скорее... Почему к философии не относится? Ну, почему не относится к философии? Потому что для философии важен этот вопрос, согласно. Мой вопрос к философии состоит в том, как соотносится сознание и мир. Всегда есть сознание и мир. Там, где не было сознания, допустим, мы если мы разговариваем, обождаем... Вопрос о начале мира, это не философский вопрос, да? Нет. Это философский ромахмер, но у тебя есть вопрос о генезисе и вопрос о сущности. Булат говорит, что действительно есть вопросы сущности, некие вопросы сущности, и философия настоящая, это физика, только и вы занимаетесь. Да, именно так. А есть и этот вопрос о генезисе, которым в основном занимается богословие и религия. Да. Или анти-богословие, анти-религия. Что тоже самое. Неплохо, да. Правильно. Именно так. Просто почему? Потому что сам вопрос, ну вот допустим, можно же взять простые примеры. А поскольку там есть в вопросе сущности только они все идеалисты, получается, ну почти все, то как бы вопроса, наверное, такого и нету на языке сущности. Просто есть различные философии, а нет идеалистов и материалистов. Нет, подожди, давайте не торопиться. Давайте все-таки шаг сделаем правильный, да, развлечение. Мы не дошли до материалистов. Какие материалисты? Правильно? А в философии что такое материалисты? Давай все-таки я просто закончу немножко, как бы развлечение, а потом его обсудим. Суть вопроса чего-то состоит? Что я говорю, что релевантное соотношение, или как относящиеся к делу, развлечение, должно быть между идеалистами и реалистами. И мы выяснили на самом деле, что… Релевантное? Нет, я не пытаюсь понять. Релевантное – это значит уже… Все, не буду больше это слово произносить. Игорь, ты издеваешься со мной? Нет, я не издеваюсь. Если есть релевантное отношение, я сбой программы призываю. Ну я понял. Ну ладно. Хорошо. К делу относятся только различия идеалистов и реалистов. Но это различие не является, собственно, различием, которое разбивает философию. Почему? Потому что все философы – реалисты, и все философы – идеалисты. Реалисты не в том смысле, что они пытаются объяснить реальность, идеалисты не в том смысле, что пытаются это сделать с помощью идей. Вот и все. Тогда откуда взялись материалисты? Да? Почему различие, если различим идеалистов и материалистов? Я объясняю. Потому что нет такого различия, как идеалисты и реалисты. И тогда нужно было из спортивных каких-то соображений, то есть соображений борьбы с буржуазией, попридумать и понять, что можно было бы философии буржуазии противопоставить. Ты, Владимир, ты сказал, что кроме идеалистов ничего нет. Нет, послушай, Валя, а можно я сначала скажу, а потом мы будем обсуждать? Просто я еще не нашел. Что такое материалисты? Откуда взялись материалисты? Давайте это обсудим. Дело в том, что, согласно республике, сущие, любое сущие делится на материю и форму. С точки зрения этого разбиения на материю и форму, кто такие идеалисты? Это те, кто настаивает на форме. А кто такие идеалисты? Это те, кто настаивает на материи. То разбиение, которое относилось к разбиению, к взаимоотношению сознания и мира, как бы бытия и мышления, это отношение переначали в терминах различия формы и материи. Теперь идеалистами стали те, кто настаивает на форме, а материалистами стали те, кто настаивает на материи. Ну разве между материи и формой можно выбирать? Вот разве есть такие глупцы, которые бы говорили, что форма главная, а материя – это ничто? Или наоборот говорили, материя это главное, а форма это ничто. Различие здесь присутствует, как различие выбора, как различие точки зрения. Опять же, можно здесь поставить опять же тот же самый вопрос генетический. Что первичнее? Форма или материя? Курица или яйцо? Что первичнее? Форма или материя? Опять же, вопрос можно только перевести в поциск генезиса, сказать, что одно перевищено, другое вторичное, и опять сделать это разбиение между идеалистами и материалистами. Это разбиение опять не касается самой сути дела. Потому что любая вещь имеет форму материи. Получается, в общем случае, никакого разбиения философии на идеализм и материализм, на идеализм и реализм нет. Философия это нечто единое. Просто единое. И вопрос этот философский, который называется основное, его просто надо правильно четко формулировать, без всяких генезисов. Не скатываться в генезис. Не скатываться в никому мифу. Логический аппарат познания. Да. Вопрос сводится к тому, познаем мы мир или не познаем. Если, допустим, познаем, соответствует наше познание тому, как вирус он сам по себе или не соответствует. Вот этот вопрос уже действительно важен. Он является генезисологическим, существенным вопросом. И эти философии действительно занимаются. Вот это, собственно, первая часть, да? Так будем ее теперь обсуждать? Мы согласимся с тем, что философия это единый конгломерат. Нет, ты сказал, что у тебя первое, что надо различать и антологическое, и генетическое, в смысле генезис, да, от слова генезис, формулировки снова закона философии. Да. И сказал второе, что вообще никакого основного вопроса философии, в смысле антологии или сущности быть не может. Почему? Я сказал, что может быть в смысле познания. Ну, в смысле антологии не может быть. В смысле антологии нет. Это вопрос является чисто генезисологическим. Антология. Но у тебя опять всегда будет форма, всегда будет материя. Да, всегда. И поэтому делите это философ на материю. То есть у тебя в антологическом смысле, ты говоришь, что основной вопрос философии, он невозможен. Да, именно так, наверное. Реалисты вообще существовали в действительности. Да что-то там существовало такое, надо размыть какие-то номиналисты, там еще что-то. Что-то все это существовало. То есть это таким. То есть всегда, когда ты говоришь, основной вопрос философии, это всегда различие между религией и атеизмом. Ну, это в формулировке генезиса есть. Да. Ну, а как еще? У тебя только такая формулировка. Ну, почему бы как? В смысле познания. Возможно, это как познание существуется. Ну, как у тебя познание существуется? Ну, познаем... У тебя всегда есть два... Сознание и мир соотносятся. Познает ли сознание, человеческое сознание, познает ли мир? Или отражает ли оно мир так, как он на самом деле существует? Или не отражает? А, то есть все-таки так оно и есть. Ну, это не вопрос... Мы не слышали генезис. Не то, что это сознание первично, а мир вторичный или наоборот. То есть у тебя от что? Оно отражает его адекватно, либо отражает неадекватно? Ну, это и есть вопрос о выстине. Правильно? О выстинности. Вот у нас есть теория физическая. Как мы ее проверяем? Мы сопостроили эту теорию мышления. Потом взяли эту теорию и проверяем это в эксперименте. Это не что иное, есть как соотношение нашего сознания и мира, или бытия и мышления. Ну, так оно как здесь возможно? Возможно, что у тебя такой ответ, что оно неадекватно отражается в этом мире. Возможно. Можешь поставить эксперимент, а он покажет это. Ну, Игорь, только если эту мысль развить, получается, послушай, Игорь, что есть как бы единая сущность. Видите, форма, да? Слышишь? Да. А это же форма материи, слышишь? Да. И наше сознание тоже форма материи. Давайте! Правильно? Поэтому любой дух и так далее, это форма материи. Ну, как бы все слилось. Нет, нет, нет. Ты опять же о генезисе. Я вам что-то сказать, о генезисе разговаривает. Ты говоришь о генезисе-то? Ну, произошло, вот ты говоришь, что это все материя, произошло из материи, и что? Я не говорю, что произошло из материи. Я говорю, что раз форма неотделима от материи, ну нет материи, а не формы, то, соответственно, дух, сознание, так как угодно называйте эти вещи, они тоже форма материи. Поэтому, как таковой нет ни духа, ни материи. Есть некая вот сущность, которую мы, чтобы как-то нам ее схватить, разделяем на дух и материю. А так она сама по себе как-то существует, как мы не знаем. Ну, взаимообразно. Нет никакого в реальности самого по себе, нет никакого разделения на дух и материю. Да есть, это разделение есть. Я хотел как бы этому посвятить. Почему? Это ж только нашему сознанию. Вот я и хотел вторую часть посвятить. Нужно медь увидеть в кубе, чтобы понять, что это медь. А медь-то сама по себе существует. Или всякого куба, всякого форма. Вторая часть вопроса этому посвящена. То есть, когда мы говорим о том, как соотносятся бытие и мышление, опять же, возникает проблема. Как они соотносятся бытие и мышление? Говорят, например, о тожести события и мышления. Например, начинают об этом, прежде всего, буреть в Армении. Она говорит, что быть и быть мыслимым – это одно и то же. Или быть и мыслим – это одно и то же. Это тезис. Это тезис, в том числе, и Гегель по отхватке. Прежде всего, она говорит, что вся эта философия занималась на всем протяжении тем, что она этот тезис развертывала о тожести, бытие и мышлении. О чем идет речь? Давай вот сейчас это обсудим. Смотри. Получается, когда мы говорим о тожестве бытия и мышления, о чем идет речь? Ведь что такое тожество? Для того, чтобы это понять, когда мы говорим о тожестве, надо понять, что такое тожество. Тожество всегда есть, некое единство различного. Если есть нечто одно, мы об этом одном не говорим как о тожестве. Но вот если есть два – одно и другое. Мы можем сказать о тожестве этого одного и другого в некотором аспекте. Мы говорим, что в некотором аспекте они тождественны. Допустим, два разных стула. Один стул, второй стул. Но тот и другой стул. И в смысле того, что тот и другой стул, они тождесят. Только в некотором аспекте они тождесят. То есть тождество. Есть всегда некая одинаковость в определенном аспекте разного и различного. Когда мы говорим о тождестве бытия и мышления, опять же идет речь о том, что бытие это одно, а мышление это другое. И говорится о том, что в некотором отношении, в некотором аспекте они образуют единство. В каком аспекте? В аспекте содержания. То есть содержание знаний, оно одинаково. Как на стороне мира, так и на стороне сознания. Когда мы говорим о том, что бытие и мышление, имеется в виду, что содержание знаний одно. Нет двух содержаний знаний. Не так получается, что вот есть наше знание один и есть какое-то другое, а знание мир. Тут как раз тождество в другом. Тождество только в том, что и само сознание тоже есть форма бытия. Только вот. Какое может быть у миру знание? В мир же нет сознания. Мало куда наше знание. Ну мы же познаем мир. Когда мы познаем мир, у нас есть. У нашего сознания есть только знание. Ну а знание и знание о мире, в каком смысле это знание и знание о мире? Расскажи мне, тогда я не понимаю. Ты что думаешь, мы просто придумываем их знание? Нет, вот здесь два.. подожди. Здесь два значения бытия. Первое бытие как сущие, а то есть все что есть. Второе бытие как существование. Когда Транбинит говорит о том же, и это бытие и мышление, то это в каком смысле? Как ты считаешь? Что содержание мышления и содержание сущего? Да, это одно и то же. То есть, конкретное сущее, и содержание мышления? Форма разная, может существовать в форме бытия, а может существовать в форме мышления. Содержание одинаковое. Сущность. Если мы говорим в словах сущность, то сущность того, что мы изучаем, и есть наше мышление. Мы мыслим о сущности сущего. Сущие есть, но и сущность. И мы ее мыслим. И мышление. В этом смысле тоже, что бытие и сущность. Я думаю, нет, я думаю, не в том. Вот, например, которая точка в философии Фалес, да? У тебя, ты начинаешь мысить некий предмет в качестве непосредственного. Если ты мы еще в качестве непосредственного, то у тебя вода превращается во что? Да во все она превращается. Это можно так интерпретировать. И в этом смысле ты говоришь о тожести бытия и сущности. Это есть интерпретация, причем такая специфическая. Экстатическая интерпретация Фалеса. А можно интерпретировать по-другому. А можно считать, что вода, вот настоящая, которая плечется в Игейском море, является сущностью всего. Сущностью. Из того, что она... Вода это из чего все состоит? Да. Это сущность. То подоснова, да? Как бы вот основание всего. Все состоит из воды, но просто в разном виде. Да, вот мы видим разное, но на самом деле сущность всего. Есть вода. Здесь тоже есть два разных смысла. Первое в смысле, что она из того, как состоит, как из этого, дом состоит из камней. Так и весь мир состоит, например. Это один смысл. Второй смысл состоит в том, что вода является сущностью всего. Сущностью это в том смысле, но как сосредоточением или реальным смыслом все, что состоит в мире, это как бы его является, это вода. Это то, что открывается сознание. Это, по-моему, два разных смысла, которые может быть... Любой смысл принадлежит мышлению. Вот я себе открыл эти два смысла, десять смыслов. Это все есть мышление. Любой смысл открывается только мышление. Нет, я здесь согласен. Здесь тебе тогда оказывается в том смысле... То же, что бытие и мышление в том и состоит, что все смыслы, которые ты открываешь, это есть в содержании мышления. То есть у тебя смысл бытия всего, чего не есть в мире, и это есть как бы сущность его. Оно мыслиться. Только если можно мыслить. Оно только и мыслиться. И в этом смысле это другой смысл бытия и мышление, да? Я утверждаю, что то же, что бытие и мышление... А в том смысле, что когда вода у тебя состоит, все состоит из воды, как дом состоит из камня, грубо говоря, земля – из длин и песка, то это как будто лось мысли? здесь не будет тоже с тобой тебя месяц. – Тоже будет. Это – всё silver. Но это – тоже знание. Дом состоит из кипящей – это то же знание. Все, что бы ты ни сказал, всё содержание – – с которой ты civilian ему бесплатно найдешь, который ты можешь носить и относительно матери. И относительно форма, и относительно других вещей. Всё это содержание находится в мышлении. То же свобутствие и мышление состоит в том, что все, что можно мыслить, что не мыслить. Любая определенность предмета это и есть форма определенности. А поскольку она форма определенности, то она и оказывается находящимся в мышлении. Да. Все содержательность мира находится в мышлении. Все содержательство определенного смысла ты можешь высказать, и она у тебя будет находиться. Всегда. Смотри, в чем состоит. Помните, я говорил о субъектной объектной структуре? Я согласен, что подобного рода интерпретация возможна. Но она будет другая, чем тогда, когда вода является непосредственностью. Ну, когда просто есть экстатическое понимание фальс, я знаю, что ты кричишь. Наверное, там будет немного по-другому. Там уже и мышление между собой различаются. В смысле того, что там мытье тоже оказывается отождественным мышлением, но по-другому. Я согласен, что там по-другому понимается. Но пока я этот смысл, который экстатическое понимание фальса... Это один смысл. А второй смысл, который ты называешь, это то, что у тебя сущность вещи состоит в ее определенности, а определенность является формой мышления. Да. Так тоже можно думать. Все, что мыслится на самом деле, да? Все, что можно мыслить у вещей, все содержательность вещей, есть не что иное, как содержание мышления. И поскольку содержание не два, вот бытие и мышление, это их два. То есть есть одно бытие, есть другое мышление. Но содержание того и другого одно. Что можно полностью все содержание... А есть? Тогда другой вопрос. А есть что-либо в этом? Вещи такое, что не принадлежит мышлению? Есть. А что? Ну, если... Дело в том, что вещь-то имеет теоретически бесконечную содержательность. И мы, когда берем что-то с позицией мышления, мы всегда берем ее только в главных аспектах. Нет, но оно, если оно само в сознании, оно же связано только в ее основных аспектах. Нет, нет, нет. Оно же сознанию-то тебе никогда не дано за пределами ее объема. Еще раз, еще раз, еще раз. Вопрос всегда сводится о том, что когда мы что-то изучаем, мы, конечно же, исследуем его существенно. Мы говорим о сущности. Если бы у тебя в этом смысле дождественном мышлении, то тебе оказывается, что все, что дано в предмете, это когда форма собственного предмета. И ничего другого за ее границами нет. Ведь если бы было что-то за ее границами, тогда... За границами ничего нет. Но мы можем уточнить, за содержательность уточнять, мы можем диван рассматривать просто как просто диван, а можем уточнить, допустим, что он желтый, что он кожаный. Мы можем бесконечно уточнять. И всякий раз все равно будет то же. У тебя отношение будет по поводу дивану, просто будет несколько совокупных актов мышления. Правильно. Но вопрос же идет не о том, что ты конкретно будешь... Меня интересует, что в самом акте восприятия в одном каком-то. У тебя диван полностью, в смысле знания знания есть мысли, что-то в нем есть еще такое, что не находится на стороне мысли. Дело не идет о разговоре о акте. Когда я говорю о мышлении, то имеется полностью все о мышлении. Как будто мышление пришло, и все, что только можно найти, в этом бытие нашло. Всю содержательность. Мы в разговоре ведем о ником сознании всеобщим, если мы говорим о сознании. Мы не ведем разговор о каком-то единичном сознании, которое пришло, с одной стороны посмотрело на диван, обошло, с другой стороны посмотрело. Мы не рассуждаем о том, что как бы какое-то единичное сознание ты или я... Да даже в общем. А вот если в общем всегда содержательность дивана будет нечто мыслимое. Всегда. Даже если оно... Но содержательность, она будет мыслимой. Это главное содержательность. Другое дело, что если что-то в диване всегда, есть что-то в диване, что не относится к этой мыслимой содержательности. Конечно есть. Бытие? Подожди, не, подожди. Бытие? Диван не поздавает. Так, бытие или торжественное мышление, блин. Оно в каком смысле торжественное? Это же не одно и то же. Я же сказал, не то, чтобы что-то было торжественное. Оно должно быть различено. Нет, ты говоришь, что в диване у тебя будут то же самое. Содержание... Всякий раз, когда мышление выступит, оно найдет только то содержание, которое есть в реальности. Никакого другого содержания нет. Ну а диван сам по себе, она никогда не узнает. Как она диваном узнает, как диван? Когда говорит сам по себе, диван это не может носиться валетом. Сам по себе диван это... Оксюмарон. Вещь бывает сам по себе, а не диван. Всякая, если даже есть диван. Что значит тезис? Хорошо, скажу так. Что значит тезис тоже в этой интерпретации? Тоже, что бытие о мышлении в этой интерпретации? Что он значит? В самом деле, если у тебя предмет есть форма и материя, материя в оформленной форме. Если так оно у тебя есть, то означай, а форма находится на стороне мышления исключительно, то что у тебя оказывается? Оказывается ли так, что у тебя бытие дивана состоит в том, что эта вещь является оформленной? Это какие-то, по-моему, в гибрии зависит. Ну, я говорил только о простую вещь. Есть некий тезис, да, вот этого, немецкий идеализм, да, там, то же свое бытие и мышление. А он ничего не значит другого, кроме того, что содержание мышления есть, собственно, содержание, как бы, того, содержание бытия. Просто потому что мы мыслим о мире, как бы, и мы познаем мир, да, и наше познание должно соответствовать миру. И поэтому все содержание, какое мышление у нас есть, оно есть и что иное, как содержание о мире. Что тут такого удивительного? Я не пойму. Ты пытаешься как-то крутить, вертеть. Конечно же, бытие больше, чем мышление. Но оно не то же действие, блин. Нет, ты не понял. Но больше, чем мышление, не в том смысле. Потому что мы же говорим о сущности, да, мы говорим о существенном чем-то. Естественно, конечно, каждая вещь имеет бесконечное количество содержания. Но мы не изучаем же это бесконечное количество содержания. Зачем мышлению бесконечное количество содержания? То, в каком смысле мы говорим о том, что бытие и мышление, мы всегда говорим о сущности о сущности мы берем буду вещи есть некая сущность вот это с точки зрения этой сущности то конечно же быть ей сама по себе рассказал есть различие между тем что так мир сам по себе есть как мышление то здесь вы содержаем вот в средне из некий аспект содержания когда мы говорим о сущности вещей очень семена вот в этой сущности они раздействий они только Это в этом отношения, это определённый аспект, но, в чём-то же они различны, различны они в другом, что мышление, конечно же, может озаботиться полным содержимым. Различие тоже присутствует. Мышление не совсем тождественное бытие. Есть считай, нет, оно тождественное, слобо тождественное. Оно немножко тождественное? Нет, оно в каком-то аспекте всегда тождественное. других недостатков ни разу с точки зрения познания точки elas и потому что сущность вот мы говорим ком PAUL всех сущность дивана это вот эта сущность дивана есть нечто мыслимо не существует и у самого дивана это собственно только мыслим и мы непос 책 и воспринимаем Après ничего насчет Как бы конструирует конечно у дивана много очень характеристик ощутительный там такой сикой третий десятый там всякий там белый это кожаный там шершавый там какой-нибудь виньетками какой-нибудь ты знал что этот диван это запал это корабля не просто я к чему говорю что просто когда мы говорим о то есть когда всякая есть некое единство различного всякой тоже подразумевает различие поэтому гегель на самом деле как этот принцип он говорит что есть некое тоже 100 дождество и не тоже то есть и можно даже ведь второго уровня на поле самое важное что здесь нет и полного единстве я считаю что вопрос вопрос 1 вокруг троиц обоレ这样 самом деле это разные понимания сколько угодно говорить когда говорят что мы можем и теперь душ то что мы сидим имеет поступок именно понимание него как тоже с одной стороны но он различен, он является раз, два, три. А с другой стороны говорится, что в смысле божественности это одно. То есть Бог Троица и Бог Один – это разное понимание Бога. Потому что Бог Троица – это Бог, понятый как тождество. Но тождество – это не разговор об одном. Это разговор об чем-то, что имеет внутри себя различие. Всякое тождество таково. Всякое тождество есть тождество различеное. Тожество, которое обладает внутри себя различией. То есть тождество – это нечто совсем другое, чем просто говорить об одном. Нет, мы понимаем, что тождество одно. Просто пуфик, диван и стол – это тогда получается то же самое, что христианская Троица. Нет. Почему? Они тождественны, как мебель. И то, и то мебель. Когда говорим о мебели, то мебель и христианский Бог – одно и то же. Ну, только мебель. Подожди, если брать смысл… Потому что еще есть табуретка. Просто дело в том, что… Это четверица. Некоторые даже говорят, что это уже вообще… Игорь, вот если брать смысл того, что ты говоришь, смысл, да, то это так, если брать смысл. Но только разница состоит в том, что у Бога как бы и три вот этих являются сущностями. Да, то есть один, два, три – это три сущностями. А диван сущностями не является? Нет, 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 сущностями – это неправильно, но не сущностями. Являются не единичными, а общими. Вот диван, пуфика и еще что-то являются некими единичными. И три вот этих являются, каждый является нечеркно общим. И одно, то, что божественность всегда меняет, тоже является общим. То есть? Тут обведены общие и общие. Потому что, когда выстраивали понятие Троицы, действительно, ты прав, именно так, обратили внимание на то, что… На виды и роды. Вот есть род, что такое в Библии? Это род, да, по отношению к отдельным видам мебели, да. Вот когда обратили внимание на соотношение родов и видов, то как раз хотели построить понятие Бога как род для других богов. Вот как бы есть три вида Бога, да, и есть род. И соотношение между Богом и Богами есть как бы… Я считаю, что это несправедливо по отношению к христианским богам. Ну, понято это, в смысле тоже. Там по-другому, да. Мне не воспроизвести, но у Василия Великого есть. Да, да, допустим. Ну, как не воспроизвести, если я вам рассказываю… Подождите, как не воспроизвести, если я вам рассказываю, то, как на самом деле они строили это понятие. Это понятие строится следующим образом. Дело в том, что это… Ну, через миг, мы поняли. Нет, ипостась… Она же означает что? Она не означает единичное. Она означает общее. Давайте лучше просто позырим Дагмата Троица, там, что как это сделалось. Ну, в общем, Бог понимается как тожество. Вот я еще хотел бы вывести. Ну, хорошо, ладно, пусть понимается. Ну, просто здесь что важно? Здесь важно понять, что такое теперь различие. Различие есть в двух видах. Различие есть в различии внутри тожества. Вот, допустим, вот есть некое понятие. Да, допустим, какой-то род. Этот род разбивается на виды. То есть, внутри рода наблюдается различие. И это различие, оно как бы есть вторичное различие. Есть понятие рода первичное по отношению к этим различиям. То есть, это различие является вынужденным. Так как бы род разбивается на виды. А есть различие реальные. То есть, вот это различие, как, допустим, некое различие реальных сущих. Они не различаются как... Нельзя подвести некое понятие под того, чтобы это различие сделать как различие вот рода и вида. Нет общего понятия, которое их разбивает. Есть просто... Они различены просто так, нечто различное. И все. То есть, это вот есть некое первичное различие, различие единичных. И оно предлежит всякому другому различию. Потому что это различие единичных мы можем, например, свести к некому тождеству. Взять какой-то аспект. Сказать, что они объекты. И с точки зрения такого понятия, как объект, эти два единичных станут тождественными. Тождественными, как объекты. Но это сведение к чему-то тождественным является некой, как говорят, репрессией по отношению к ним. Потому что всегда всякое понятие, оно и состоит в том, что оно сводит что-то единичное к некому общему. То есть, это функция понятия в этом состоит. Но на самом деле, для того, чтобы нам понять, что такое различие, как бы, нам всегда надо остаться и удержаться в этом различии. И не пытаться каждый раз все сводить к некому понятию. Вот это вот различие, оно первично по отношению к понятию. Вот есть различие, которое вторично, потому что понятие род, допустим, разбивается на некие террории. А есть различие, которое первично по отношению к понятию. И вот это вот первичное различие по отношению к понятию, есть, собственно, настоящее различие. И вот надо вот эти два вида различия различать. То есть, различие, как различие внутри понятия, какое понятие разбивает внутри себя на некоторые различия. Различие, как различие, стоящее до применения всякого понятия, как различие настоящее, не сводящееся к различию внутри понятия. Понравилось? Ну, вот еще, как бы, последнее, как бы, такое замечание маленькое, да, вот, по поводу Макса. На самом деле, я вот просто заметил, в последнее время, что-то, как-то, приходится время от времени обращаться к маршистской философии, там, где диалетической логики и всякого рода вопросов, которые связаны с этим. Я обратил внимание, на самом деле, что вот у Макса всякие вопросы всегда, почему-то, сводятся, то есть, не к философскому. То есть, он занимается философией и всякий раз, как бы, выводы делает не философские почему-то. То есть, куда ни посмотришь, он всякий раз от философии скатывается, ну, в какие-то выводы, да, вот, мораль, морализаторство, если можно так говорить. Вот, допустим, он говорит, там, в тезисах Фео Бахи, да, философы различным образом объясняли мир, а дело состоит в том, чтобы его изменить. Но на самом деле, вот это, знаешь, как бы, многим в свое время показалось, что это выдающийся, как бы, вывод философский, да, на самом деле, вот, это есть просто пример скатывания. Ну да, это же ни о чем, как бы, это вообще. Нет, дело не то, что ни о чем, это морализаторство. Понимаешь, что graphs, есть философию, вот, вот, она есть как есть. Нам надо на контекст смотреть, вот, понимаешь? В каком контексте он представляет? Да дело не в контексте, я просто хотел, просто, пример, рассказать на основе этого примера смысл того, как философия занимается Марс. Он философии фактически занимается как некой прикладной дисциплины. У него есть правильная, есть некая цель, революционная, что-то изменит. Можно сказать, нравственная цель у него, если там религиозная, не важно. Есть у него некое внутреннее погружение нравственное. Он рассматривает философию как некий инструмент для того, чтобы добиться каких-то нравственных целей. Вот у него всякий раз, когда читаешь интересные философские исследования, что-то там философское, всякий раз оно скатывается в такое морализаторство. И это мешает, собственно, его философии, потому что с основным вопросом философии он действует. Понимаешь? И вот он, ну, есть и такой вопрос. И что? Мораль никакую нельзя изъять. Для того, чтобы изъять отсюда мораль, надо было немножко вопрос деформировать, сказать, что первичный. Если мы вопрос о первичности, если мы деформируем таким образом вопрос, то возникает сразу можно вывести мораль. Вот одни плохие, они потому что считают, что дух первичный, они обманывают народ. А другие такие хорошие, они понимают, они вам правду говорят, они типа на стороне науки, потому что наука, вот она исследует мир, как он есть, нету никаких духов, все произошло из материи. Вот у него так везде. Вот у него на самом деле вся философия, хотя Марс считается достаточно серьезным философом, ну, кстати, это никто не станет оспариванием. Но вся философия сведена вот к этому, к тому, чтобы сделать из нее какие-то моральные выводы. То есть она не взята в своей сущности, да, вот как анализ, как я говорил, не взята в смысле сущности, а всегда взята как только момент некого генезиса. Вот есть некий генезис. В общем, это великий. Да, мне не нравится состояние, нынешнее состояние. И я нащу это, подальше послушай. А вы не знаете, что философия Марса это великий? Да нет, можно сказать так, что у Марса есть философия, но он эту свою философию использует как великий, да. Потому что, окей, внешне не нравится нынешнее состояние положения дела, да, и что надо сделать? Возьмем философию, долго рассуждаем, рассуждаем, а отсюда следует мораль. Там, уже Азия не должна отдать свою власть, там, пролетариат должен захватить власть и так далее. Понимаешь, всякий раз вопрос никогда не идет о философии. Поэтому, по большому счету, Марса нельзя рассматривать как философ, а можно рассматривать только как угодно, как политика, экономиста. Отношения к философии он не имеет, он не занимается философией. Философия у него некий момент движения. Он моралист, там, не знаю, там, искатель правды, там, не знаю, там, экономист, он все что угодно, пророк, пожалуйста. Но он не философ, он, в силу того, как он поступает с философией. Он ставит философии некие внешние цели, всегда. И за счет, я пока этим не занимался, я подозреваю, что он всю философию, все эти философские воды, деформирует эти могут. Вот, например, он писал о Людвике Фейербахе, да, как в конце книг, немецкой классической философии. Ну, это же смешно. Людвик Фейербах вообще не философ. Вообще непонятно кто, социолог, что в лучшем случае. Какой он философ? Он философию Гегеля не смог понять. Что-то там пытался с головы на ноги ставить. Что он там пытался ставить? Бред это просто все. Поэтому, как-то иногда в пище, это непонятно, получается, вот этот переход. Была философия Гегеля, чему я пытаюсь удивиться-то. Была философия Гегеля. Да, в ней много как бы чего-то там мистического, да, там сам Гегель придумал каких-то там вещей. Он пытался, потому что строя систему, ему надо было разные концы с концами свести, как бы, чтобы их свести, пришлось придумать много чего еще дополнительного. Но она является, на самом деле, неким целым, когда мы закончили. Понимаешь, ну к ней можно было отнестись политически, как сделали там Марс и другие там философы. Да, и использовать его в качестве некой политической системы, да, чтобы с помощью нее там что-то изменять. Ведь важно не то не понять философию Гегеля, да, а важно, чтобы взять с помощью этой философии что-то сделать. То есть философия как бы не нужна. Она ничего не дает, да, чтобы философия там. Она просто должна доказывать, она должна доказывать, что мы правы. Вот и все. Давайте возьмем философию, и как садисты будем с помощью нее доказывать, что мы правы. Ну, не знаю, так это. Не знаю, искали ли они истину, Макс, сами искали, не знаю. Может, они просто ошиблись. Нет, я как бы не берусь это делать. Не искали ли они истину, было классное понятие. Да, да, опять же. Не искали истину, в каком-то смысле, в научном смысле. По отношению к основному вопросу философии, ну это же явно, что как так можно делать? Ну это же натяжка же, да? Почему подходит к такому главному и большому вопросу, как к вопросу познаваемости? Почему они к ним подходят? Почему они к ним подходят? Почему они подходят к ним партийно? Ну почему? Ну это же странно. А потому что суть-то и состояла в том, ведь важен был не сам вопрос, А важно было везде найти это различие, провести классовую линию. Почему? Потому что все является классовым. Потому что базис определяет настройку. И настройка не может сама по себе быть какой-то там своей. Она обязательно подчиняется этому базису. Если базис капиталистически буржуазный, значит настройка буржуазная. Не может быть в буржуазном обществе не буржуазной философии. Буржуазная философия и буржуазная философия, и буржуазная философия, и буржуазная философия. Но это же странно, с точки зрения науки. Вот сейчас наука развивается, поэтому у них... Это было очень забавно. Поэтому товарищ Усипа Сергеевич станет просто выдающийся ремензином. Да, вот даже так, Игорь, да? Что это самое, что буржуазная философия и буржуазная философия. Бывает, что классовая наука существует. Ну а кибернетика там... Нет, это не о том. Классовая наука существовала. Что одна наука у пролетариата, а другая наука у этого. Но это уж я не знаю, такого тоже не слышал, что бы. Вот, совершенно разные. По-моему, уже слишком загибают. Уже это так? Да. Была такая, это известно... Чему работа Сталин-то посвящена, основные вопросы языкознания? Существовал товарищ Мах, о котором я мало чего знаю. Но он говорил, что сама структура лингвистика и фонетика языка носит классовый характер. Во-вторых, что при определенного рода революционных катаклизмах происходит смена языка, принципиально. Был один язык, а становится совсем другой. Фонетически. Это было бы интересно, кто-то это прочел, но вам об этом рассказал бы. Мама бы взяли и прочли. В общем, это вот так было. И известно, как раз Сталин выступал против этого тезиса. Ну, он, конечно, своеобразно говорил, что произошла революция. Большайший переворот в истории человечества. Терпская революция. Но, тем не менее, русский язык о всем богатстве остался один и тот же. Вот так он говорил по поводу этого. Но есть еще и другое. Когда он писал, по сути, тезисы мне сессии «Восхнил», известный Лосинка Штюни, да? Лосинка Штюни, да? Лосинка Штюни, да? Лосинка Штюни, этого штука. Там у него была некоторая заготовка, где было написано, что ломка носит классовый характер. И там есть комментарии Сталин на полях, что и математика прошла. Впрочем, Ленин же тоже там удержался, что философия носит исключительно классовый характер. Да, я и говорю, что ты очень... А знаешь, почему интеллигентно плохо жилось-то? Потому что он считал, что литература не носит классовый характер. Да, нет, вот от Сталина, конечно, большое требовалось мужество. И это, чтобы попытаться объяснить политпартии большевиков на то время, что наука не носит классового характера. А, значит, ты считаешь, что Сталин наоборот? Да, да, что Сталин, что ха-ха, что и математика тоже, типа того, что наука не носит классового характера. Вообще-то, если бы он так говорил, то он был удающим с марксистом, действительно. Ну, смотри, вот марксист, он же такой механистический, да, как бы... Ну, он не механистический. Ну, он не механистический, как любит играть. Там вот это туда поставило, и все заработало. И он реально работает, когда очень низкий уровень сознания будет. Как только появляется, как бы, ну, хорошее образование, хотя бы марксизм уже не перестает работать. Вот, кстати, сейчас то, что у нас происходит, возвращаясь со временем, то, что у нас образование становится недоступным, может привести к тому, что у нас марксизм будет очень популярным. Ну, я не знаю, как он, популярен или не популярен, но все же есть некоторое представление, в отличие от... Может, популярен, как раз, во всех странах, где есть уровень образования. Ну, не знаю. От Энгельса и Макса у нас есть все-таки уверенность, что наука или истина не носит классового характера. Не носит. Не носит. Это правильный павкор. Да, и от Сталина, конечно, это и было большого мужества, чтобы тогдашняя Россия, среди партии большевиков, отставила такую же с точку зрения, что математика не носит, истинная математика не носит классового характера. Нет, механистическое марксизм в чем? Там же как? Классовая борьба, существуют классы. Это же все обезличенные понятия. Слушай, а если получится... С любой наукой так. С любой наукой так, что она пытается некоторые обезличенные понятия сделать. Ну почему-то философия не Таракс или Тима. Ну, философия не наука. А любая у тебя физика или что-либо еще, она тоже начинает... Я тебе об этом и говорю, Игорь, ты вот вообще не слышишь. Я же тебе говорю о том, что там сознания нет. Что пока уровень сознания низкий, марксизм работает. А если уровень сознания повышается, он не работает. Послушай, послушай. А в науке-то хрят, ты с чем-то там? С сознательными вещами, что ли, там? С науки ты... Ну у тебя же есть наука социология. С этими. А не получается ли так? Я просто так... Я хочу гипотезу высказить. Как марксизм говорит, что базис, экономический базис определяет настройку. Да. Что вот это все-таки основано на том, что действительно настройка всегда является классом. Ну, конечно, классом является. А если настройка не является классом. Да. А если настройка не является классом. И наука является классом. И наука не является классом. То определяет ли базис настройка? Получается, что не обязательно. Ну как, если под настройкой... А что такое настройка, опять же? Это идеи. Идеи, всякие теории. Не обязательно. Получается, что сама концепция базиса и настойки неверна. Да, получается неверна, просто в самом фундаменте неверна. Потому что если базис не определяет, это не является надстройкой в смысле ее класса надежности. Получается неверна сама концепция. В основном, базиса и настойки неверна. Вот видите, что маленькие изменения по пониманию главного вопроса философии, да вот этого склонения, к чему привело? В итоге привело к неправильному. Экономика не определяется. Это гипотеза, надо проверить. Нет, так и есть. Безусловно, нет. Потому что мы сейчас понимаем, что экономика это у нас не все. Не определяет. Мы понимаем, что экономика далеко не все. Получается, что не определяет. Поэтому это не зря. Только тут нельзя как бы это все в абсолютное приводить. Потому что опять же, я думаю, что здесь главный критерий сознания. Если уровень сознания низкий, чем ниже уровень сознания в обществе, тем вернее точка зрения Маркса. Чем выше уровень сознания, тем она невернее. Понимаешь? Если у тебя как бы... Маленький вывод. Разбор вопроса, казалось бы, не относительности к саму системе Маркса. Разбор о том, в чем состоит основной вопрос философии, показывает, на самом деле, что вообще сама система неправильно выстроена. Ну да, то, что у тебя пытались вести к одному основанию. Основание у Маркса вещества величие делалось экономически. Ну потому что он от материи все должно быть вести, если смеешься. Нет, не то, что от материи. У него была некоторая форма экономических отношений, которая полностью продавала вокруг себя мир. Он такое ведро нашел. Ну да. Как Фалес нашел воду, да, да, да. Такой он нашел экономическую, у некоторой материи. Такую нашел. Да. И она все определяла. Судя по всему, был на самом деле верерим. На самом деле это не так, да. Именно не так, именно исходя из... Да, то есть не вода, не марсовская экономическая субстанция не являются сущностью мира. Да, не является. Конечно же, понятное дело, что и вода немножко мир определяет, и экономика, конечно, немножко определяет. Но не является сущностью. Но нет такого давления, такого определения, того, как причина причиняет, да? Поэтому, чтобы потом на тезис сказать в основных вопросах языка знания, не зря же эту работу разбирали тогда, это действительно оказалось важной работой. И действительно, он был антитарксист и ревизионист Сталин, получается. То есть, Сталин все-таки выдающийся, это своего рода марксистская фигура. Ну да, для марксизма, да, но получается, что нифига не марксист. Ну да, получается, да, потому что марксизм, например, Ленин исключительно всегда говорил, что все всегда партийно, любое, все является партийно, буквально, любая сторона жизни общества является партийной. Да, вот такое было радикальное, значение которого мы это, в общем-то... Почему философов это на пароходе выслали? Потому что все они принадлежали буржуазному классу, даже если они сами не были буржуа, да, поскольку все является партийным, да, все как... Они отстаивали буржуазные ценности. Ну хорошо, что не отстаивали. Да, но это тоже было. Вот. И поэтому, как бы, действительно большого желания тогда большевикам это стоило, судя по всему, чтобы понять, что математиками иногда бывает и просто математиками, вот этот труд. Субтитры создавал DimaTorzok